Привет, друзья! Сегодня начинаю новую рубрику. Называться будет полезные партии. Не то, чтобы другие мои партии были бесполезными, просто в эту буду складывать ролики с партиями, которые имеют какую-то теоретическую ценность. Начну с партии 2012 года. Почему я решил завести новую рубрику? Потому что 6 лет назад сыграна партия. Ну, сказать, что она памятная, я не могу. Все-таки это относительно недавно было, ну, по меркам взрослого человека. Сказать, что по горячим следам, ну, тут даже они уже и не теплые. Но партия, мне кажется, полезная, особенно для тех, кто любит играть голландскую защиту за черных. И именно систему каменная стенка. То есть против системы каменная стенка, против таких любителей, очень хорошая расстановка имеется. Показано еще некогда... некогда Карлом Шлехтером. Белые ставят слона на f4. И если черные сыграют слон d6, чтобы его разменять, поставят пешку на e3. После слон бьет f4 сыграют ef. Будут по линии e давить на пешку e6, что обеспечит им такой длительный, комфортный плюс. Поэтому черные в ответ на такую расстановку чаще всего ставят слона на e7. И здесь, вот в этой партии, мой противник сыграл конь e4. Есть еще ход рокировка, в ответ на что последовал бы ход слон d3 с угрозой просто взять cd. То есть, бить cd черным невыгодно, потому что вскроется линия c. В идеале белым, конечно, еще коня на d7 надо дождаться. Тогда после cd ed невозможно из-за слон бьет f5, а после cd коль b5 у черных огромные проблемы по линии c возникают. Но и здесь, если сыграть конь e4, последует тот же самый удар, что и в партии, g2, g4. И у черных возникают серьезные проблемы с защитой короля. Короля и центральных пешек, я бы так сказал. То есть, одна из угроз белых это разменяться на f5, потом дважды взять на d5 и слон c4 связать ферзя. Ну, скажем, на какой-нибудь там нейтральный ход. Слушайте, правда нейтральный ход тяжело придумать. Ну, типа слон f6. Да, взяли, 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 взяли и взяли на d5. Бить на d5 нельзя из-за слон c4. То есть, вот эта расстановка дает белым очень большой перевес. То есть, после... Мой противник с рокировкой не торопится, понимая, что последует g4. Но ход конь bd7, на мой взгляд, еще хуже, потому что после того же самого g2, g4 черный центр начинает сыпаться. Угрожает gf, ef, cd с выигрышем пешки. А после размена коня на c3 висит пешка f5, и черные не могут даже рокировку сделать. Поэтому они играют fg. Конечно, небольшой, но стойкий плюсик у белых после простого коня e5 в этой позиции. Но... Немножко посчитав варианты, я выбрал более конкретный способ. Здесь позиция уже практически выиграна. Слон бьет h7. Значит, ладья бьет h7. Если черные бьют gf, то, в принципе, возникает та же самая позиция, что и в парке. Ферз g6, шах, короля загнали, ладья g1. Нет хода слоны f6 из-за слона d6. И черным приходится отдавать ферзя. А после ладья бьет h7, ферз бьет h7 возникает позиция из партии. Черные сразу взяли. Они рассчитывали на то, что белые сыграют ферз бьет h7 немедленно. Но ферз бьет h7 немедленно это ход слабый, потому что после gf черный король теперь не обязан уходить на f8. В планах черных сейчас конь f8 и потом король d7. И попробуй там короля достать. Хотя у белых будет другой козырь. Проходная пешка h. Очевидно, что партия рискует затянуться. А вот точный промежуточный шаг не позволяет черному королю сбежать. И партия по сути легко выигрывается. Брать коня черные обязаны, иначе они просто без качества и под атакой. После ладья g1 выясняется, что удовлетворительной угрозы от ладья бьет g7 и ферз h8 мат нету. Конь f6 не пойдешь. Из-за... Давайте посмотрим. На коне f6 последует ферзь h8. Король f7 нельзя играть. Ладья g7 мат. Конь g8. Ладья бьет g7. Ну и в общем королем надо убегать, отдавая ферзя и еще кучу материала. Поэтому приходится играть слон f6. Ну а на слон f6 белая просто выигрывает ферзя элементарным ферзь h8 шаг. Теперь нельзя играть король e7, потому что последует ладья g7, слон g7, ферзь g7, король e8, ферзь g8, слон g5. Ну и лишний ферзь позволит белым быстро поставить мат. Ну и после короля f7 черным не избежать вот этого стандартного удара. Ладья бьет g7 шаг. Приходится брать. После ферзь бьет d8. Белый ферзь не то, что заблудился в лагере противника. Он не позволяет черным закончить развитие. Иначе говоря, уже все готово к запуску пешки h. Черные, кстати, последним ходом пригрозили как-то начать какие-то нападения на этого ферзя. Ну, освободили белые пункт f4 для него. И, в общем, партия очень быстро заканчивается. Сейчас ладья fg1 зайдет в гости к черному королю. Ну и, в общем, черные, конечно, могли сдаться намного раньше. Партия закончилась. Ясно, что лишний ферзь будет реализован очень легко. Итак, если черные решили играть только голландскую защиту, то вот такая расстановка позволит вам набрать против такого шахматиста, который играет только каменную стенку в голландской защите, очень много очков. Спасибо за внимание. Надеюсь, что партия была полезной. До свидания. Продолжение следует...